И всем здравствуйте, ребята! Вновь это второй раз уже слышат зрители на стриме, а те, кто, собственно, смотрит летсплей в записи на канале Игропром, на YouTube-канале Игропром, надеюсь, вы ставите лайки, подписываетесь, там вы все такие большие молодцы, колокольчики прожимаете, вот. Вот, короче, для вас это новая серия, а для меня это второй день, поэтому у нас, видите, одиночная история, продолжить, дабы не упустить все моменты, может быть, если я сейчас загружусь, я загружусь где-то не там, где мы остановились вчера, точнее, вы остановились в прошлой серии, поэтому, дабы это исправить, вот, собственно, делаю вам небольшое вступление. Ну что, всем, абсолютно всем, кто смотрит в записи на YouTube, кто сейчас смотрит на стриме, всем приятного просмотра, мы продолжаем The Dark Picture, Devil and Me, погнали! Продолжить! Ну, давай! Кейт! У нее интересный фонарик какой-то, прям, я вначале, фонарик похож на, на эту, для пудры, как она называется, пудреница, наверное. Тут закрыто, тут закрыто. Кейт! enciк! О, книга выручила. Саморазвитие бывает полезно. Ну, это уж точно. как я отвык откуда ех вы меня слышите но это сто пудов запись проигрывается потому что она бы ответила мэнни шерман зверь из арканзаса джозеф морелла как много текста ну давайте почитаем а есть начальная нет удивительно ну ладно но честно говоря я был рад что уезжаю стюарты хорошие люди милая пара обоим уже за 70 отец по-прежнему крепко как крепок как бы раньше он был военным а потом переехал в город обосновался и создал семью матери подорвалось здоровье было видно что и пришлось нелегко миссис стюарт приготовил мне кофе в ее движениях не было запинки но взгляд совсем потух прошло 26 лет они так и живут поглотившим их коконе оцепенения мы много говорили они с готовностью рассказывали обо всем а ночи когда это случилось жестоких подробностях об их чувствах по отношению к нему это стало для них частью понял другой стик для них частью жизни мир стюартов перевернулся когда серийный убийца лишил жизни их дочь грубовато вышло может лучше изложить это как-то помягче мне не нравится фраза про кокон нет ли более удачные метафоры все я был потрясен когда мне предложили взглянуть на комнату мэри с волнением и благодарностью я согласился было полезно получить представление о том какой девушкой была мэри я последовал за миссис стюарт пока мы шли по дому поднимались в комнату мэри я мог почувствовать как сильно сказалось на их жизни это убийство ее муж не любил заходить в эту комнату в ней опрятная но бедная обстановка мы прошли по изношенному выцветившим у ковру мимо старых обоев и картин в основном на библейские мотивы покрытых толстым слоем пыли должно быть сказались финансовые трудности после смерти мэри миссис стюарт не работала ну вот опять очень группа нельзя ли просто сказать что им пришлось нелегко не описывая все в подробностях может стоит объяснить причины и трудно встретиться встречаться с людьми вот теперь другая страница игра спасибо у кровати были сложные и школьные тетради а на полках все еще лежали куклы и игрушки но больше всего бросалась в глаза ее форма которая так и осталось висеть на дверце шкафа в ожидании следующей смены в кафетерии мэри бы была миниатюрной девушкой всего пять футов и один дюйм и весила меньше 100 фунтов в ту ночь у нее не было ни шанса отбиться от похитителя пока я ехал по городу я не могу выбросить из головы ее комнату 1995 году милтон был ничем не примечательным местом но сейчас он почти полностью опустел большинстве зданий окна заколочены а единственными открытыми заведениями были винные лавки возле которых велись бомжи прикладывающиеся бутылки самого утра казалось что этот город умер вместе с мэри конце концов милтон пропал в зеркале заднего вида но форма мэри до сих пор стоит у меня перед глазами сходи и обними натали пожалуйста на следующий день я наконец вернулся домой и чуть не споткнулся посылку лежащую на пороге коричневая коробка я понятия не имел от кого она может мишель заказала что-то любопытство взяло вверх я занес ее внутрь открыв посылку я обнаружил старый магнитофон и 4 кассеты я включил первую из них и сразу узнал голос это шерман нет упомянуть что это интервью дальше нельзя но как-то странно все очень из из контекста вырвано в этой записи баттони Мамочка, не плачь. Арканзас, текущая неделя. Тело известного серийного убийцы выкопано и похищено неизвестными. Мэнни Шерман, он же зверя из Арканзаса, был казнен в начале этого месяца. А его останки захоронены на одном из кладбищ Спрингдейла. Штат Арканзас. Высокопоставленный представитель местных правоохранительных органов на пресс-конференции заявил. Мы считаем, что это дело рук поклонников серийного убийцы и прорабатываем разные версии. Мы предполагаем, что подозреваемых несколько, но не исключаем, что это может быть и один человек. Хотя точное место захоронения не передавалось огласке, с момента казни Шермана оно активно обсуждалось на форумах любителей серийных убийц. Отвечая на вопрос прессы о подобных интернет-сообществах, представитель добавил, поклонники убийц это недалекие люди. Если бы они знали ужасные подробности преступлений, которые известны правоохранительным органам, они бы точно не стали честовать этих гнусных преступников. Полиция отказалась называть корреспондента у кладбища, на котором произошел инцидент. Вот так вот. Так, тут кодовый замок. Нам значит код надо найти. КОННЫЕ КОННЫЕ Утро. 8 часов. Попросил воспользоваться библиотекой или музыкальной гостиной. Так что буду где-то там. Обед. 2 часа дня. Может пообедаем в саду? Вечер 17 часов. Бар выглядит неплохим местом для работы. Ужин. В 21.00. Ну, нам однозначно. Нужно закодовый замок с вами. Но вопрос... 8259. Давайте попробуем такой код. 8259. Нет. 8259. 8259. Тут ничего нету? Тут цифр никаких нету. 8269. 219. Они пытаются ими. 408. 209. 209. 219. 229. 219. 229. даже не представляю как поможет где может быть пароль здесь джозеф морелла на пароме был не дюмет ну понятно это короче его вещи джозефа морелла то тоже по всей видимости какой-то исследователь серийных маньяков где пароль то может быть написан вопрос ну у меня единственный вариант это ну с цифрами это именно расписание это единственное что с цифрами у нас здесь есть в этой комнате в других минут другие места мы уже просто все осмотрели то есть как бы других вариантов нету здесь еще есть вариант 9528 давайте попробуем его а с помощью карандаша можно на и на вот там пароль был написан а у меня карандаша нет нам нужен карандаш найти вот нам подсказку далее узнали то что стример тупой и решили дать подсказку чтобы найти карандаш был вообще замечательно и 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 с помощью карандаша кейт можно узнать до какого карандаша кейт у меня только этот а ладно все хорошо стример тупой 1999 все и и и и и Продолжение следует... 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 Отлично Нет, не надо Я все сделаю Кто они вот Помогите мне Это муляж С вами муляж Боже Они ничего плохого не сделали Оставь их в покое Мы сделаем Как ты скажешь Нет Пожалуйста Не трогай их Пожалуйста Ничего себе Нет Не надо Я все сделаю Нет 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 Продолжение следует... Чувак по ходу дела поехал на технологиях. Продолжение следует... 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 Мой заказ. 36-72. Возможно, у него есть комплексы, и Маска придает ему уверенность. Комплексы? Типа, низкая самооценка? Он стесняется людей или мама его не обнимала? Проблема в семье довольно частый фактор. Но у него вполне мог быть хреновый отец или дядя. Любой взрослый, по сути. Дамы, можно помолчать, пожалуйста? Спасибо. Спасибо, бренд. Причитала наши материалы? Не, я только свет ставлю. Спасибо, брендан. Я... Мне кажется, я права. Забитый ребенок, много гнева. В сознательном возрасте он либо супер-успешный, либо лузер. Никаких полумер. Не, ну давайте дождемся, пока не закончат болтать. Особенно над женщинами. Пусть так, но почему? У многих людей трудное детство, но они же никого не убивают. Как насчет одержимости Генри Холмсом? Дюмет его копирует. Он явно отождествляет себя с Генри Холмсом. Может, это нам пригодится, чтобы убрать решетку в вестибюле? Короче, нам не дадут прочитать нормально. Здесь какое-то письмо, обращение. Какой-то имбер. Полиция Чикаго. Мистер Мюнде, это полиция Чикаго. Откройте дверь. Мистер Мюнде, это офицер Стэнли из полиции Чикаго. Сэр, вы меня слышите? Агент Мюнде. Блядь, блядь. Диспетчер, это офицер Стэнли. Мне нужна помощь. На 50-й улице Уэст, дом 8. Скорее. Я в квартире агента Мюнде. Здесь кровь повсюду и еще труп. Пришлите подмогу. Кажется... Ну, как я и предположил. Скорее всего, это какой-то поехавший агент ФБР. Он следил за нами все это время. Марк недавно был в подвале. Она сказала, взгляни-ка на это. Что это? Мужик, которого убили. Это был трюк? Вот вам и смотрите. Но был ведь парень в желтой одежде. Вещи таскал. Думаю, это был Дюмет. Смотри, тут фальшивые стены и прочая хрень. В этом доме все ненастоящее. Он управляет им отсюда. Это фабрика смерти. Все так. Используем это против него. Нужно найти Марка, а не играть с Дюметом в игры. Запрем Дюмета, и тогда сможем искать Марка, не опасаясь за свою жизнь. Короче, так, он где-то здесь. Заманим его в эту сторону, и тогда зажмем его между этих двух стен. Выйти он не сможет. Будет сидеть. Ладно. Но как сделать, чтобы он вообще туда пошел? Одной из нас придется... Быть приманкой. Нет, нельзя. Слишком опасно, Джейми. Значит, пусть гуляет? По-моему, это даже опаснее. Не спорь. Второго шанса не будет. Раз план мой, я пойду. Как скажешь, но... Если что-то пойдет не так, беги со всех ног. Понятное дело. Не одолжишь? Вдруг Дюмет придет. Вот, держи. Если Дюмет придет, воткни в него. Ладно. Хватит прощать. Погнали. Следуй плану. Само собой. Как нам выбираться? Третий этаж. Похоже, не до дел. Будь готова. Надо так подгадать, чтобы он застрял. Ладно. Была не была. Тьфуух. Тьфуух. Хм. Аминь. Прямо по коридору правее. А на карте было? Мне этот убийца напоминает Джейсона из «Пятницы 13». Тоже такой здоровый, в маске такой. Еще не хватает. когда он приближается а я не испугался а я не испугался ля-ля-ля-ля-ля и еще куда ты и и и и и и и и и Еще монетки Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Черт Ну все, вперед Субтитры сделал DimaTorzok Закрывай! Ну, закрывай! Нет, нет, погоди! Нет! Джейми, беги! Блядь! О, господи! Блядь! Субтитры сделал DimaTorzok Заманил! 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 Ты, ты не виновата, ясно? Блядь, уходи, уходи! Не надо смотреть! Я не брошу тебя одну! Джейми, не хочу умирать! Нет, только не так, только не так! Нет! Китя! Нет! Нет!